В Тверской области многодетным семьям окажут помощь в приобретении автомобилей и его страховании. Соответствующее решение было принято на очередном заседании регионального правительства. Семьям с пятью и более детьми будут предоставляться сертификаты на сумму фактической стоимости транспорта, но не более 1 миллиона рублей. Далее тему продолжит наш корреспондент. Поддержка многодетных семей Верхневолжья по-прежнему остается одним из главных приоритетов в работе правительства Тверской области. К уже существующему широкому перечню мер государственной поддержки добавляется еще одна. Родители, воспитывающие пятерых и более детей, могут рассчитывать на помощь приобретения автомобиля. Соответствующая инициатива исходила от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Мы выделяем на приобретение до 1 миллиона рублей транспортного средства. Плюс мы выделяем ежегодно деньги на страховку. Посчитали по оценке экспертов, страховых компаний. Это не должно превышать 60 тысяч в год. Мы тоже это оплатим. Отметим, что воспользоваться субсидией можно один раз в пять лет. Приобретаемый транспорт должен быть произведен в России. Ранее не состоять на государственном учете. Иметь не менее шести посадочных мест. В течение трех лет автомобиль не должен быть продан. В противном случае многодетная семья обязана вернуть предоставленные средства в областной бюджет. Ежегодно на протяжении пяти лет после приобретения транспортного средства из областного бюджета будут покрываться расходы на страховку КАСКО. Ну и, как мы говорили, по транспортному налогу установлен критерий, чтобы транспортное средство не превышало 250 лошадиных сил, семья освобождается от уплаты налога на транспортное средство. Добавим, что среди условий получения поддержки рождение пятого или последующего ребенка в семье с 1 января 2019 года. Регистрация по постоянному месту жительства в Тверской области не менее пяти лет, предшествующих на дату подачи документов, наличие у одного из родителей водительского удостоверения категории B или D. Кроме того, родители не должны быть судимы, ограничены или лишены родительских прав, мать или отец должны работать. Как сообщают в региональном правительстве, на 2020 год по данному направлению в областной казне заложено более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 46 многодетным семьям Верхней Волжья.